Каждая новая липа на проспекте Октября получила собственный QR-код. На специальных карточках указали и имена тех, кто посадил крупномеры. Озеленение затронет каждый из районов Уфы. Все аллеи будут тематическими, и их планируют объединить по виду деревьев или по названию. Также продолжится высадка многолетних кустарников и цветов. Не просто высаживаем деревья. Во многих районах предусмотрено уже капельное орошение. В прошлом году мы в Демском районе первое ливо высадили с капельным поливом. В этом году также будем продолжать, чтобы деревья у нас сохранялись как можно лучше и как можно дольше радовали наши с вами глаза. Благоустраивая город, не забыли и о начавшемся сезоне клещей. Все зеленые зоны Уфы полностью обработают не только от этих паразитов, но и от грызунов. Ведь они – переносчики опасного заболевания – мышиной лихорадки. В рекреационных зонах, парках и при социальных учреждениях уже начались обработки от клещей, уже начались обработки от геморрагической мышиной лихорадки. В этом году республика в два раза больше выделила объемов на обработки от ГЛПС, потому что мы с вами знаем, что в прошлом году очень много людей болело. Акцию провели возле многофункционального центра «Артерия». Пока что организация насчитывает не так много сотрудников, но все они так или иначе приняли участие в высадке. «Артерия» всецело поддерживает экологическую повестку – как внутри самого здания центра, так и вне его. Так получилось, что частично деревья где-то выпадали уже в существующие аллеи, где-то просто сломались, где-то уже умерли. Сейчас вот их заменяем, причем заменяем крупномерами. 4,5 метра дерево – это достаточно крупное дерево, которое сразу может уже в этом году расцвести и уже не будет маленьким кустиком. Проспект Октября, будучи главной транспортной «Артерией Уфы», теперь станет еще и одной из ее самых зеленых улиц. Высадка крупномеров продолжится до 28 апреля, и к этому моменту Липова аллея должна стать самой длинной в России. Полина Заталакина, Рустам Лукманов, Столичное телевидение, ВСЯУФА.